Это видео будет о том, как быстро снять высокую температуру натуральными естественными мерами, процедурами, чтобы не травить себя химией, чтобы быстро встать на ноги, подняться, укрепить иммунитет от различных ОРЗ, ОРВ, простудных заболеваний, насморка и тому подобное. Это будут определенные вещества, витамины, минералы, натуральные, биодобавки, специфические компоненты и, главное, очень простая и уникально мощная процедура очистительная, после которой температура снизится в этот же вечер, даже если она у вас 40. Я советую это видео конспектировать и иметь всегда это в аптечке своей. Это поможет вам, вашим детям, внукам, вашим близким, какие бы вирусные и иные заболевания над вами бы не взяли вверх. Всего 14 пунктов. Итак, первое. Обязательно принимайте цинк, ну, в виде мономинерала. Цинк можно купить в аптеке, хороший, качественный можно взять в кораллом клубе. Я советую цинк и селен, два мономинерала, так как селен является самым сильным антиоксидантом среди минералов. И это сильное противовоспалительное средство. Итак, принимайте двойную дозу от рекомендованной на упаковке. Принимать нужно два раза в день, прямо во время еды. Прервались в середине трапезы, глоточек воды, доедайте начатое до конца. Второе. Витамин С. Это мощнейший антиоксидант среди витаминов. Но, конечно, я советую не синтетический, от него больше вреда, чем пользы, а органического происхождения. Например, вот этот. Он получен полностью из растений, экстракции. Это первый и единственный в мире концентрат органической формы витамина С. Ссылку, где купить, я оставлю под видео. Принимать по одному грамму два раза в день. Сколько это будет миллилитров? Чтобы получить один грамм, вы легко посчитаете. Прочитая инструкцию прямо на бутылочке. Там с задней стороны книжечка прикреплена. Третье. Натуральный яблочный гостовский уксус. Перед каждым приемом пищи за 5-7 минут принимайте на 1 треть стакана теплой воды 1 чайную ложку, предварительно размешав в этой воде. Это укрепит иммунитет. Это повысит КПД переваривания и всасывания компонентов пищи. Это усилит дезинфицирующие свойства желудка. Видео про яблочный уксус я оставлю по ссылочке. Четвертое. Это спрей для носа и носоглотки. Вот этот. Уникальнейшее средство, которое не только убирает насморк, отеки слизистые, сухость слизистые, но даже снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых люди сидят годами, а некоторые даже десятилетиями. А кстати, применение таких средств, вредных, сосудосуживающих, приводит к полипам и более серьезным проблемам в долгосрочной перспективе. А также этот спрей убивает вирусы и не дает возможность заразиться, если вы находитесь с больным человеком, даже если у него серьезные вирусные инфекции. Поэтому, если ваши дети идут в школу, в детский сад, брызгайте им, и они пусть брызгают себе несколько раз в день в нос и в рот. Вот этот спрей количество раз за день не ограничено. То есть находитесь в зоне риска каждые полчаса, и вы не заразитесь. Пятое. Серебряная вода. Это мощнейший антисептик. Чтобы вы знали, он даже внутривенно льется, чтобы не было сепсиса. Это мощнейшее противовирусное, противобактериальное средство. Для взрослого человека по одной-второй столовой ложке, можно даже и по столовой ложке, разбавленные в 2-3 раза, обычной слегка теплой водой, за 20-30 минут до еды, можно после еды, тогда через 40-50 минут, 2-3 раза в день спокойно принимаете. Шестое. Чеснок. Ешьте по 2-3 зубчика, а кто может, даже по 5-6-7 в день. Прямо с едой. Помните, чеснок это лучшее и самое сильное желчегонное средство. Это мощное обеззараживающее средство, и противовирусное, противогрибковое, противобактериальное. Одно другому не мешает. Помните об этом. То есть, чеснок и серебряная вода. Только по времени все разносите. Ну, я, собственно, и говорю, конспектируйте. Вы не спутаете, когда что принимать и поскольку. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то, по крайней мере, будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Не ешьте мясо и никакие другие животные белки. Не ешьте молочные продукты. Все это ослабляет иммунитет. Организму приходится тратить огромные силы на переваривание этой пищи и на утилизацию продуктов метаболизма белков. Азотистых оснований. Это большая нагрузка на печень и на почки. Это реакция антигена-антитела с образованием кодоверина, патрясына и других гнойных токсинов и трупных ядов. Уж во время-то болезни прекратите, кто это ест. И также уберите все вареные крахмалы из вашего рациона питания хотя бы на период болезни. Картошку, рис, все хлебобулочные изделия. Хотя бы до полного выздоровления. А ешьте больше зелени, овощей. Седьмое. А вот теперь быстрое снятие температуры. Есть такая процедура, которая очищает кишечник. И из лимфатических вот этих сосочков, протоков, которые выходят в складки толстого кишечника, и у многих людей забиты каловыми камнями и тому подобное, по сути, пробками. Все эти складки очищаются, а лимфатическая система начинает выбрасывать продукты метаболизма в большей степени. Тем самым организм начинает очищаться, и температура снижается, потому что теперь будут лучше работать митохондрии, энергетические станции нашего организма, и запасать энергию ВТФ. И так применяется магнезия, кружка эсмарха. Вместо магнезии можно касторку. Это очень эффективная мера, как убрать быстро, буквально за один вечер, сразу, за несколько часов температуру, высокую температуру. Иногда у некоторых людей, буквально у одного процента, не получается снизить температуру после одной процедуры. Тогда проведите через 2-3 часа повторно ту же самую процедуру. А вот подробно, как ее проводить, я оставлю вам ссылку под этим видео. Более того, я специально вычленил этот отрывок из моей старой лекции про лечебное очищение и голодание. То видео длинное, минут 50 идет, а тут буквально 10 минут. И оставлю вам ссылку в описании под этим видео. То есть на подготовку и саму методику проведения данной процедуры. Восьмое. Ничего сладкого, никакого сахара не ешьте в период реабилитации и выздоровления. Девятое. Куркума с черным перцем. Вы знаете, скажу лишь одно. Это мощнейший иммунопротекторный комплекс. Я дам вам ссылку на это видео про куркуму с черным перцем. И оставлю ссылку на лучшую куркуму, лучший черный перец и на новый уникальный такой препарат, где уже все в жидком виде смешано готово к применению. Ну, для ленивых, скажем так. Десятое. Дегидрокварцетин. Это очень мощный антиоксидант. Он укрепит иммунитет. Применяйте после еды. Через 20-30-40 минут. Мерная ложечка входит в комплект. Инструкция, как применять посылки. И в инструкции бумажной, которая находится внутри упаковки. Одиннадцатое. Учтите мою информацию в видео интервальное питание или интервальное голодание по-другому. Помните, что промежуток между последним приемом пищи сегодняшнего дня и первым завтрашнего дня должен быть 18 часов. Тогда запускается процесс аутофагии. То есть самоочищение на клеточном уровне. Двенадцатое. Обязательно принимайте хлореллу. Это такая микроводоросль. Это кладезь натуральных витаминов и минералов. Почти вся линейка группы Б там. Ешьте по 10-15 таблеток после еды, так два раза в день. Можно чередовать и даже лучше. Один день хлореллу, а другой день спирулину. Два раза в день по 10-15 таблеток после еды. Можно в середине еды также это принимать, запивая минимальным количеством воды. Ну, глоток два. Тринадцатое. Витамин D3 плюс К2 плюс омега-3. Есть такое масло. Много раз про него говорил. Четыре в одном. Только две фирмы в мире. Одна норвежская, вторая вот эта польская производит. Витамин D3 не синтетическим путем, а путем экстракции его из лишайника. А лишайник это такие симбиотические организмы грибов и водорослей. Это очень важно. Я советую 8-10 тысяч МЕ, то есть международных единиц витамина D3 в сутки принимать. Конечно, вы можете выбрать путь и другой. Купить синтетический где-нибудь в аптеке или заказав откуда-то помимо аптеки. Но все же натуральный витамин D3, это принципиальная разница. Я советую именно вот этот масло, так называемое 4 в 1. 14. Очень хорошо бы проращивать и потреблять, то есть есть проростки брокколи. Микрозелень, состригая вершки, грамм по 30-40 в день. В течение дня равномерно. Можно кидать салаты, можно смузи, куда хотите, в прикуску. Примерно 30-40 грамм верхушек проростков в день. Почему так это важно? Я оставлю вам ссылку на мое видео брокколи. Ну что ж, вам останется купить в аптеке, иметь в своей домашней аптечке кружку эсмарха. Советую приобрести несколько, пусть будут. Ну, что называется для всех членов семьи. Магнезию. Из расчета 1-2 грамма на 1 килограмм массы тела. Скажем, весите вы 60 килограмм, можно 60 грамм, но лучше иметь 120. Вдруг вам придется повторить данную процедуру. Дома также должна быть у вас обычная соль, можно и иметь каменную соль, химически чистая сода, лимоны и свекла. Но обо всем об этом, как, зачем и почему, я поясняю в моем видео, как быстро снять высокую температуру. И еще, дорогие друзья, если у вас, скажем так, не только высокая температура, все ломит, ноет, тяжело, усталость, возможно, все-таки вирусные какие-то заболевания, в идеале параллельно проходить, пройти курс фунготерапии. Напоминаю, фунготерапия наука, которая изучает лечебные свойства высших басдиальных грибов. И вот вам курс. Кардицепс. По 2 капсулы 4 раза в день, на 2 месяца уйдет 7 баночек. Веселка. В капсулах. По 2 капсулы 2 раза в день, уйдет 4 баночки на 2-х месячный курс. Дождевик. По 2 капсулы 4 раза в день, 7 баночек уйдет на 2 месяца. Вот именно такой курс, как я сейчас сказал в количественном выражении, надо первые 7 дней применять, а потом дозировки снизить, до 2 капсул каждого препарата, и так 3 раза в день. Таким образом, 2 месяца. Общий курс лечения. Вы укрепите иммунитет, вы уберете из организма многие токсичные вещества, даже отчасти и тяжелые металлы, и радионуклиды. На это способен именно гриб-дождевик. Да, и я советую именно дождевик принимать после еды, где-то через час. Веселку минут за 25 до еды, ну а кардицепс за 15 минут до еды. Я вам оставлю 2 очень важных ссылки. Наверное, на первом и втором месте, даже под цифрками 1 и 2, чтобы не искали в нужных товарах. Первое, это вот этот набор на 2 месяца грибных препаратов для укрепления иммунитета и победы над вирусными и прочими инфекциями. А второй набор будет полный. Вот все, о чем я говорил, вместе с грибными препаратами, я тоже оставлю вам под этим видео. И можно будет вариант выбрать без грибных препаратов. В завершении скажу следующее. Вот этот комплексный подход позволит очень быстро укрепить иммунитет, убрать температуру, убрать воспалительные процессы в организме, которые и приводят к поднятию температуры, как следствие воспалений и интоксикации организма. Вы не только укрепите иммунитет, но и очистите организм от многих токсичных отложений. У вас будет прилив сил и подъем как бы энергии, бодрости. Вы защитите себя от последствий серьезных вирусных и прочих инфекций. По-хорошему, такие процедуры надо проводить 2 раза в год. Ведь это общеукрепляющий курс, иммунопротекторный, противовоспалительный, противоопухолевый. Кстати, этот курс можно проводить перед антипаразитарной программой. Но все, что касается хлореллы, куркумы, дегидрокварцетина, омега-3, витаминов D3, там и прочего-прочего, учтите, все это как бы часть нашего питания. Это то, что в нашей современной жизни многим людям не хватает из-за бедности состава продуктов, из-за бедности почв. Потому эти продукты, так называемые, можно принимать, потреблять всегда при прохождении любых других курсов и методик лечения. Допустим, вы будете проходить ту же антипаразитарную программу. Конечно, и хлореллу, и прочее, и прочее, все это можно принимать параллельно. Ведь это питание. Вы же будете есть, если проходите курс лечения? Будете. Ну и это часть нашей пищи. А то просто многие люди спрашивают, а можно ли это принимать при такой-то болезни? Да при любой. Можно и нужно. Потому что вы будете тем самым укреплять свой иммунитет. Потому что те дефицитные вещества, которых не хватало вам, наконец-то будут приходить и укреплять здоровье. А значит, и организм, сам организм будет бороться с той или иной, то есть с любой болезнью. Ну вот, собственно, и все. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Продолжение следует...